Огонь разгорелся в полночь в бутике, торговавшем пластиковыми сантехническими изделиями. Тревожный сигнал на пульс 101 поступил в 23.03. В соседних торговых точках в это время еще находились люди, они и вызвали пожарных. Возможно, этим и объясняется то, что бутики не выгорели до два. Уже через 10 минут после звонка дежурному на место происшествия приехали первые пожарные автомашины. Вместо вызова было направлено 10 единиц пожарной техники, оперативно-спасательный отряд, одна единица Центра медицинных катастроф. В общей сложности в тушении пожара принимало 70 человек личного состава. Пожар был локализован спустя 25 минут после прибытия первых пожарных подразделений. Еще через 15 минут огонь был полностью потушен. Всего в пожаре пострадали 5 торговых бутиков. Общая площадь возгорания, как выяснили позже спасатели, составила 130 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас проводится расследование причин возникновения пожара и устанавливается материальный ущерб, нанесенный огнем. На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория, которая установит причины возгорания. Как говорят руководители городского управления ПЧС, несмотря на отмену моратория на инспекцию объектов, этот рынок на предмет противопожарной безопасности не проверялся, не позволяет служебный регламент. Согласно внутреннему положению, у нас объекты подразделяются на две категории. Особой важности, которой подвергаются обязательной проверке противопожарной безопасности и на малозначительной. Объекты, относящиеся к первой группе, инспектируются один раз в год. Те же объекты, которые относятся ко второй категории проверки, подвергаются в особых случаях. Торговый ряд Альянс относился ко второй группе. Ущерб, нанесенный огнем, владельцы бутиков исчисляют миллионами тенге. По словам коммерсантов, товар не был застрахованный, поэтому все убытки, скорее всего, лягут на их плечи. Но, возможно, если экспертиза установит нарушение правил противопожарной безопасности со стороны владельцев бутика, где начался пожар, пострадавшие коммерсанты смогут востребовать с них возмещение ущерба в суде. Даняр Худайбергенов, Бахтяр Ташпулатов, Марат Давлетов, Ербол Макашев, информационная служба, телекомпания «Отравь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова